Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Энергосети Махачкалы могут оказаться в собственности другой компании. Об этом через минуту. Получил условный срок и штраф 1,5 млн. рублей. Бывший главврач 1-й городской больницы Махачкалы признан виновным в хищении бюджетных средств. Особое внимание особым детям. В республике продолжаются мероприятия, приуроченные ко дню инвалида. Растет достойная смена. В Дагестанском автодорожном колледже проходит юношеское первенство города Махачкалы по больной борьбе. Энергосети Махачкалы могут оказаться в собственности Россетей. Об этом сообщает МК в Дагестане. Сейчас руководство предприятия ведет переговоры с собственником энергетического хозяйства столицы республики. Как сообщается на сайте, одной из причин для принятия решения послужило то, что в Дагестане не занимаются реконструкции сильно изношенных электросетей. При этом, как отмечают в компании Россети, фактические потери энергии в Дагестане снизились на 5%, чем в прошлом году. В декабре компания собирается сформировать в республике аварийный резерв на случай отключения электричества, сумма которого составит 300 миллионов рублей. Бывший главврач первой городской больницы Махачкалы получил условный срок. К шести годам лишения свободы условной его приговорил Советский районный суд. Джей Талиев признан виновным в хищении бюджетных средств, общая сумма которых около 250 миллионов рублей. Кроме условного срока, бывший медработник выплатил штраф общим размером в полтора миллиона рублей, а также был лишен права занимать должности на госслужбе два года. Отметим, по данным следствия, Алиев в течение трех лет издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, большую часть которых сотрудники возвращали Алиеву. Свыше 100 миллионов рублей вложат на улучшение водоснабжения в Кизляре. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы региона Владимира Васильева. Средства выделены в рамках проекта «Мой Дагестан – моя вода». Работы по замене изношенных водопроводных сетей уже ведутся. Уже в строй введена насосная станция со скважинами и емкостями. Затем Васильев провел совещание с представителями Совета старейшин, где были обсуждены вопросы по реализации проекта. Предпринимаемые меры позволят обеспечить водой более 50 тысяч жителей Кизляра. Продолжаются мероприятия, приуроченные к прошедшему накануне Международному дню инвалида. Так, в одном из банкетных залов Махачкалы собрали детей с ограниченными возможностями из разных социальных учреждений. Встречу организовал благотворительный фонд «Инсан». Около 500 детей окунулись в атмосферу праздника и почувствовали радость торжества. Зумруд Гамидова с подробностями. У благотворительного фонда «Инсан» сложилось уже немало добрых традиций. Одна из таких – устраивать праздник для детей-инвалидов. Ведь особые дети требуют особого отношения. Сотрудники фонда стараются оказывать помощь своим подопечным. И это мероприятие, уверены организаторы, поможет внести в их жизнь немного ярких красок и положительных эмоций. Сегодня мы ее организовали с целью, чтобы как-то порадовать этих детей, вывести из обычной колеи их нелегкой жизни. Помимо этого, мы в течение всего года посещаем центры, где находятся эти дети, посещаем отделения, где находятся эти дети. И стараемся как бы внеочередное время тоже посещать и радовать этих детей. Маленьких гостей ожидали праздничные угощения, анимационное шоу и концерт с участием юных талантов. Носитель вестей и знамений Мухаммад Алейсалям. За накрытыми столами царила теплая, уютная атмосфера. Исполнялись нашиды. Детишки с удовольствием подпевали, танцевали и радовались. Улыбки, визги, смех – все это нечастое явление у ребят, которые считаются не такими, как все. Ведь большую часть времени многие из них проводят в больнице. Знаете, очень шикарно. Я так потрясен, удивлен. Очень красиво все. Большое спасибо всем. Я очень благодарен этому мероприятию. Все очень красиво, мне очень понравилось. Мне очень понравилось это мероприятие за вкусняшки, за такие стихотворения, песни. Мероприятие своим присутствием почтил и муфти Республики Шейх Ахмад Афанди, который уделяет большое внимание проблемам детей с ограниченными возможностями. Фонд «Инсан» при попечительстве муфтията регулярно проводит акции в их поддержку. Не остаются в стороне от проблем инвалидов и городские власти. Я хотел бы поздравить сегодня здесь детей, которые сорвались с днем, наиболее сильных людей, наиболее сильных детей. Потому что именно такими я считаю их. Они намного сильнее нас и намного способнее нас получается. И я хотел бы поздравить их с их днем и поблагодарить их. В свою очередь, приглашенные на мероприятие высказали слова благодарности фонду «Инсан» и всем организаторам за такое яркое и запоминающееся мероприятие. Я вот здесь вот сидела, смотрела в окна. Я не могла слезы сдержать. Вот такое внимание к детям. Таким, это многое стоит, как говорится. Большое спасибо устроителям такого праздника для детей, значит, благотворительному фонду «Инсан». Забыв о своих проблемах со здоровьем хотя бы на время, многие смогли окунуться в атмосферу игры и радости. Ну и какой же праздник без подарков. Все дети получили пакеты со сладостями. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Служба медика социальной экспертизы также поздравила подопечных с днем инвалида. Сотрудники бюро отправились сразу по нескольким отрицам в Махачкале и Каспийске. Специалисты также узнали на местах, какая помощь требуется людям с ограниченными возможностями. В настоящее время проводится проверка индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных на местах ранее. Это позволит не допустить случаев, когда гражданину полагается техническое средство, к примеру, кресло-коляска, а он ее не имеет. Работа проводится по всей республике. И уже сейчас многим инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в индивидуальную программу реабилитации данных граждан внесены необходимые технические средства реабилитации, в частности, кресла-коляски. Вместе с тем наш коллектив, конечно, не остается в стороне и старается не оставлять без внимания особенно тех социально малообеспеченных инвалидов, которые находятся в данный момент в трудной жизненной ситуации. И в рамках нашей компетенции мы стараемся оказывать помощь данной категории граждан. Лечение онкологических заболеваний современными методами и технологиями. Эту тему обсудили в медицинском колледже имени Башларова. Там прошла международная научно-образовательная конференция. Участие в ней приняли более 200 студентов и преподавателей. Приехали специалисты из Турции, Индии, а также из разных городов России. Продолжение темы. В год 650 тысяч россиян узнают, что они заболели раком. Умирает около 300 тысяч. Это данные официальной статистики. Врачи говорят, лечить тяжелое заболевание можно на ранней стадии. А если вовремя проводить профилактику, печальных последствий можно и вовсе избежать. Несмотря на то, что народе слово рак пугает, даже многих врачей, в самом деле не так страшны эти заболевания. Их надо просто рано выявить и вылечить пациента. Если невозможно вылечить, надо приостановить рост заболевания и научиться жить. И очень многие онкологические заболевания можно вылечить сегодня. И самый основной ключ к этому – ранняя диагностика. Да, и в поздних стадиях тоже некоторых пациентов можно уже вылечить. Но лучше выявить рано, чтобы шанс излечения был высокий. Люди плохо следят за своим здоровьем. Помимо того, что экология у нас не самая лучшая, таки еще и сами губят себя. Сигареты, спиртное употребление – вредная пища. Они советуют заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и хотя бы раз в год обследоваться. А если выявили болезнь, не останавливать лечение на полпути. Как я увидел в Дагестане, онкологических центров по сравнению с численностью населения довольно-таки мало. Поэтому, чтобы развить лечение раковых болезней, нужно сделать большой вклад в технологию и большой вклад в обучение врачей. 5 декабря в рамках конференции в городской больнице номер 3 в Махачкале пройдет бесплатная консультация. Ведущие специалисты из России и за рубежа обследуют всех желающих. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. В Дагестанском автодорожном колледже проходит первенство города Махачкалы по вольной борьбе. Соревнования для юных борцов являются отборочными на первенство республики. О том, кто выиграл в первый день турнира, знает Камиль Девятов. Ему слово. Молодые борцы показывают свое мастерство, приобретенное во время тренировочного процесса. Большой соревновательный опыт ребята будут набирать от турнира к турниру. Первенство города по вольной борьбе собрало более 200 молодых борцов. Спортсмены из всех муниципальных школ оспаривают путевки на предстоящие первенства Дагестана. Все ведущие школы, ведущие тренера здесь находятся. Судейский коллектив у нас во главе с председателем судейской коллегии. Лучшие судьи у нас здесь как минимум. Они все судьи всероссийской категории. В общем, соревнования на высшем уровне. Интересные схватки. Очень много зрителей было и вчера, и сегодня. Ближе к вечеру будет. Вот так. В общем, все у нас на самом высоком уровне. Борьба – это спорт, который живет почти в каждом дагестанце. И для мальчишек, покоряющих первые вершины соревнований, главным является заполучить звание сильнейшего на этом турнире. Юным борцам спортшколы Абдурашида Саадулаева в первый день соревнований удалось занять лидирующие позиции. Выставили 45 человек. У нас было вчера два чемпиона, одно серебро и бронз. Ну, в общем, 9 путевок на чемпионат Дагестана. Цели какие будут? Только самые большие. По окончанию соревнований призеров и победителей первенства ожидают медали, кубки и грамоты. Ну и, конечно же, предстоящая первенница Дагестана, где им придется еще раз доказывать, что победы не бывают случайными. А к ним надо долго и упорно идти. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова